Здравствуйте, дорогие зрители, а также привет всем любителям загадочных и тайных новостей. С вами 273-й выпуск игрового дайджеста GameNews Weekend от X-Games Game TV. Эта неделя принесла много интересных новостей в мир видеоигр и, конечно, без занятных слухов не обошлось. Поэтому не забывайте прожать лайк и подписывайтесь на канал, если тут впервые. Вот такими новостями удивляли нас на этой неделе. Dead Stranding. Возможная дата выхода ожидаемой новинки. Энден. Новые геймплейные детали и тестирование игры. Dragon Age. Новый анонс по серии игр уже скоро. Почему CD Projekt верит в успех Cyberpunk 2077 во всем мире? Fallout 76. Очередной скандал с игрой и многое другое. В канадском Walmart на странице Dead Stranding появилась дата выхода – 30 июня 2019 года. Самое интересное, что ему ответил официальный аккаунт Walmart Canada и подтвердил – информация настоящая. Разумеется, это может быть обычной заглушкой. Обычно подобные даты означают, что продукт поступит в продажу не позже заявленного числа. Но то, что официальный Twitter аккаунт подтвердил ее, выглядит одновременно странно и обнадеживающе. Впрочем, все это еще может оказаться шуткой, основанной на массовой утечке Walmart в мае. Ожидается, что на The Game Awards покажут новый трейлер Dead Stranding и, возможно, даже объявят дату выхода. Хидео Кодзима в недавнем интервью говорил, что игра почти готова и сейчас ее полируют. Надеемся, что это не займет еще несколько лет. Кстати, создатель церемонии The Game Awards Джефф Кейли заявил, что нас ждет более 10 анонсов. Кроме этого, пару недель назад локализаторы Dead Stranding сообщали о начале работы над переводом проекта. Один из игроков спросил продюсера Anthem Марка Дарра о кроссплее, смогут ли владельцы PC и разных консолей играть вместе. Дарр ответил коротко – не на старте. Он не уточнил, появится ли кроссплей наверняка, как скоро и между какими платформами. Больше всего вероятен кроссплей между ПК и Xbox, потому что за обе платформы отмечает Microsoft. С PlayStation 4 же все сложнее. Sony против кроссплей, за всю историю разрешила его лишь один раз – для Fortnite. Возможно, это было только начало, и владельцы Xbox и PlayStation 4 смогут играть в Anthem вместе. Также EA объявила о проведении на следующей неделе закрытого тестирования Anthem. Оно продлится с 7 по 8 декабря. Опробовать боевик смогут владельцы PS4, Xbox One и ПК, получившие приглашение после регистрации через специальную форму на сайте EA. EA отмечает, что записаться можно только на одну платформу, а участие в Альфе не гарантировано. Кроме этого, все участники тестирования не могут публично делиться впечатлениями, скриншотами, видеороликами или вести стримы. На консолях при этом требуется подписка PS Plus и Xbox Live Gold. Выход игры ожидается 22 февраля на PlayStation 4, Xbox One и PC. BioWare скоро выпустит Anthem, но это не значит, что студия не занимается другими своими франшизами. Оказалось, она готовится рассказать кое-какие новости, связанные с Dragon Age. Хотя, что именно, не ясно. Гейм-директор Кейси Хадсон написал на сайте BioWare, что сейчас происходит в студии. Большинство заняты Anthem, но часть людей продолжает работать над другими сериями, например, Mass Effect, Dragon Age и Star Wars The Old Republic. Поделиться новостями о нем она будет готова уже в следующем месяце. Поклонники делают ставки на анонс в рамках The Game Awards. Если вы следили за этими блогами или читаете меня и Марка Дарру в Твиттер, то вы наверняка знаете, что мы работаем над секретным материалом по Dragon Age. Эта серия – невероятно важная франшиза для нашей студии, и мы рады продолжать работу над ее развитием. Следите за новостями в следующем месяце, написал он. Некоторые фанаты также считают, что BioWare может представить ремастеры старых частей, мобильную игру, книгу или телесериал по мотивам Dragon Age. Некоторое время назад говорилось, что Dragon Age 4 продолжает заниматься небольшая группа специалистов. Кейси Хадсон упомянул, что BioWare не забывает о франшизе и знает, что фанаты ждут от нее новых работ. Сейчас самые разные японские игры отлично продаются в США и Европе, а западные продукты становятся все популярнее в Японии. Но в истории случалось разное, и были периоды, когда какие-то западные хиты не могли добиться успеха в Японии, и наоборот. Эта тема была поднята журналистами Фомитсу в беседе с генеральным директором CD Projekt Марчином Ивинским. На вопрос о том, влияет ли место расположения разработчиков на возможность достучаться до геймеров со всего мира, Ивинский отметил, что главное – это качество. Если игра отличная, она везде может стать успешной, вне зависимости от того, в какой стране базируются ее авторы. Ивинский отметил, что у него есть основания так полагать, опираясь на успех фэнтезийно-ролевой игры The Witcher 3 Wild Hunt на территории Японии. Для него это также является доказательством того, что качество продукта CD Projekt Red отвечает мировому уровню. Сейчас CD Projekt работает над Cyberpunk 2077. Покупателям лимитированного издания Fallout 76 за 200 долларов пообещали холщовую сумку, шлем из комплекта силовой брони Т-51Б, эксклюзивный стальной кейс, набор коллекционных фигурок Fallout, светящуюся в темноте карту игрового мира, а также код на загружаемый объект из издания. Тираж разобрали очень быстро, но отзывы от первых покупателей оказались негативными. Пользователи обнаружили, что Bethesda без предварительного уведомления положила в комплект не холщовую сумку, а более дешевый вариант из нейлона. В результате скандал. Игроки обвиняют Bethesda в недобросовестном отношении к покупателям и лживой рекламе. Служба поддержки отвечает, что изменить ничего не может. Сумку сделали из нейлона, поскольку холщовый вариант оказался слишком дорогим. Почему покупатели не предупредили об этом заранее, не уточняется. Bethesda извинилась перед покупателями лимитированного издания за сумку и предложила компенсацию в виде 500 атомов, внутриигровая валюта Fallout 76, эквивалент 5 долларам, что звучит смехотворно. Также в данный момент на Bethesda готовят коллективный иск в суд, в связи с невозможностью сделать возврат потраченных средств до Fallout 76. Ну а почему вы поставили игре 4 балла из 10, можете узнать из нашего обзора. Коротко о главном. Студия Obsidian Entertainment анонсирует новую ролевую игру на церемонии The Game Awards. Разрабатывается проект на Unreal Engine 4. Новую игру будет издавать не Microsoft, которая купила студию лишь недавно, а Private Division, работающая со сторонними разработчиками издательский лейбл компании Take-Two. Игра на Private Division создается под руководством авторов оригинального Fallout Тима Кейни и Леонардо Боярского. Появится в проекте и фирменный юмор команды. Изначально секретная новинка ожидалась к релизу после апреля следующего года на PC и консолях. В начале ноября в сети появились слухи о том, что в рамках грядущего мероприятия The Game Awards состоится анонс новой видеоигры, охватывающей любимую многими поклонниками фантастики вселенную Чужой. Намеком на это послужил тизер, опубликованный Джеффом Кейли. Теперь же стала доступна новая информация, косвенно подтверждающая скорый анонс нового проекта. Компания 20-й век Fox зарегистрировала новую торговую марку. Тайтл получил название Alien Blackout, а самым показательным является то, что он относится к категории видеоигра. Судя по всему, официальный анонс действительно уже не за горами. Появилась информация об игре Superman World's Finest, а разработчиком числится Rocksteady. Это студия, создавшая серию Batman Arkham, про которую давно ходят слухи, что она работает над игрой про Супермена. Хотя никаких доказательств нет, ранее в этом году на Game System Requirements появилась страница Devil May Cry 5, незадолго до официального анонса. Так что есть повод думать, что новая Супермен может оказаться настоящей. Еще в июне Rocksteady заверила фанатов, что команда работает над новой игрой. Недавно Данкан Джонс, известный режиссер, в том числе снявший Warcraft киноадаптацию знаменитой World of Warcraft, имел удовольствие пообщаться с Кори Барлогом о своем будущем проекте. Однако, судя по всему, креативный директор студии Sony Santa Monica тоже поделился некоторыми подробностями о будущем тайтле компании. В посте нам говорится, что все те, кто считал экшен God of War самым амбициозным проектом Кори, глубоко заблуждаются. Им просто необходимо набраться терпения. Таким образом, он официально подтвердил, что Барлог работает над новым проектом. Сама студия Sony Santa Monica на данный момент не делала каких-либо анонсов. В этом году компания Bethesda официально анонсировала два грядущих тайтла, которыми стали Starfield и The Elder Scrolls VI. Они обе находятся на раннем этапе создания, а первый из этих тайтлов появится через несколько лет. И хотя огромная часть игрового сообщества с нетерпением ждала анонса, у пользователей все чаще стал возникать вопрос, для какой цели создатели настолько рано представили нам эти игры. Ответ оказался достаточно простым. По словам вице-президента компании Bethesda, им пришлось пойти на такой шаг, потому что анонс в первую очередь был нужен самим геймерам. Таким образом, компания раскрыла свои дальнейшие планы и избавила себя от счастья и без того лишних вопросов. Первое большое сюжетное дополнение для Assassin's Creed Odyssey, наследие первого клинка, выйдет 4 декабря. Дополнение расскажет историю Дария, владельца первого скрытого клинка. Его часто упоминали в прошлых частях серии, и именно он убил легендарного персидского царя Ксеркса. Большое внимание уделяется ролевым элементам, так что выбор, который игрок будет делать по ходу прохождения, по-прежнему будет играть важную роль, как и отношения, которые герой выстраивает с другими ключевыми персонажами. Обещано свежее снаряжение и возможность оттачивать новые особые способности в сражениях на всей территории Греции. Второй и третий эпизоды выйдут до весны следующего года, так как там должны выпустить уже второе сюжетное дополнение. Началось бета-тестирование Red Dead Online. Микротранзакции в игре пока что отключены, но заработать премиальную валюту золотые слитки уже можно. Нельзя лишь купить ее за реальные деньги. Один из игроков на Reddit подсчитал, что на заработок одного слитка уйдет минимум 8 часов. За победу в любом из игровых режимов, дезматч, заезд, игроку дают от 2 до 4 самородков. Чтобы собрать золотой слиток, их нужно 100. Матч в каждом режиме занимает 10 минут или меньше. Допустим, игрок будет тратить на режим по 10 минут, загрузки не в счет, а получать каждый раз по 2 самородка. Понадобится 50 игр, это 8 часов и 20 минут. А, например, оружие приобретается только за обычные игровые деньги. Конечно, к выходу игры вся экономика может поменяться. Шутер Hell Let Loose появится в раннем доступе Steam в следующем году. Свой проект разработчики описывают как реалистичный шутер от первого лица в декорациях Второй мировой войны. Игроки будут пытаться выжить и победить, используя исторически точные модели оружия, брони и прочие экипировки, а также логистику и тактику тех времен. Особый упор делается на тактическое взаимодействие игроков, играющих в команде различной роли под общим руководством командиров и офицеров. Разработчики обещают не очередной аркадный шутер, а настоящую симуляцию войны с необходимостью налаживать снабжение передовой, управляемыми транспортными средствами, командами до 50 человек в каждой и динамично меняющейся линии фронта. Появилось немного информации о Warcraft 3 Reforged. Как стало известно, создатели планируют серьезно обновить игру, но при этом сделать так, чтобы она осталась все той же стратегией, сумевшей собрать огромное число фанатов по всему миру. Так, некоторые события и локации, например, Долорант и Страдхольм, станут больше похожи на свои аналоги из World of Warcraft. Все внутриигровые катсцены будут полностью переделаны, а акцент в них перейдет на самих персонажей, так как создатели откажутся от всплывающих диалогов. Основная сюжетная линия останется без особых изменений. Помимо этого, команда планирует развивать и истории некоторых второстепенных персонажей, которые не были до конца раскрыты в Warcraft 3. Шпионский экшен-эджент был предметом насмешек последние 9 лет, с тех самых пор, как Rockstar Games анонсировала игру на E3 2009 одним лишь логотипом. Все это время компания не отменяла и не комментировала разработку. И вот, несколько дней назад Take-Two отказалась от продления регистрации торговой марки. Тем временем, на сайтах Rockstar Games все еще можно найти страницу Эджент. Как говорится в описании, так и не вышедшей игры, ее действия разворачиваются в конце 70-х годов прошлого века. Игроки должны были погрузиться в мир контрразведки, шпионажа и политических убийств. Может быть, агент погиб, выполняя задания? Кто знает. Как стало известно, новый контент в Destiny 2 будут добавлять в игру каждую неделю. Уже совсем скоро расширится список приключений, запустится черный арсенал, 7 декабря станет доступен новый рейд. А 11 декабря начнется рождественское сезонное мероприятие «Рассвет» с тематическими заданиями и уникальными наградами. До февраля стоит ожидать повышение уровней силы, новые триумфы, PvP-режим «Железное знамя» и новые награды за ранги. Все это появится с бесплатными сезонными обновлениями. Весной в Gambit добавят дополнительные карты, а летом обещают некий режим на шестерых, аналогов которому пока не было. Черный арсенал, который вот-вот появится в шутере, добавит в Destiny 2 совершенно новую фракцию, о которой игроки раньше никогда не слышали. Аудитория онлайнового шутера Fortnite достигла 200 миллионов человек, сопоставима с численностью населения Бразилии. С июня этого года количество играющих увеличилось на 60%. Тем временем Epic Games выпустила обновление 6.31 для Fortnite на всех платформах. Вместе с ним в королевскую битву пришел временный режим «Командная потасовка», где нужно уничтожить 100 соперников первыми, чтобы одержать победу, и эпические и легендарные варианты помпового дробовика. В сражении с Бурей же появился новый конструктор, летчица и лопата-гробовщик, а также долгожданная вторая часть истории «Вещи Дорины». Также с выходом обновления появилась возможность дарить подарки, правда пока что лишь в течение одной недели. Компания Ubisoft поделилась подробностями Demolition Derby, второго бесплатного дополнения к The Crew 2. Контент станет доступен 5 декабря. В обновлении появится дисциплина «Гонка на уничтожение». Участники будут бороться за три призовых места, пытаясь заработать наибольшее количество очков за определенное время. Кроме этого, обновление привнесет режим PvP. До восьми пользователей начального уровня смогут состязаться друг с другом в различных дисциплинах. Отмечается, что список событий на карте будет постоянно обновляться. Игроки примут участие в состязаниях более высокого уровня, смогут испытать себя в лиге PvP, где их ждут высокие ставки и награды. После обновления в игре появится четыре новых автомобиля. И на этом 273-й выпуск игрового дайджеста GameNews Weekend подходит к завершению. Но вот держите еще одну интересную новость. PlayStation 4 исполнилось пять лет. Sony в честь этого выпустила интересную статистику с достижениями игроков. За пять лет игроки убили 46 миллионов громозевов в Horizon Zero Dawn, провели 1,7 миллиона часов в Wipout Omega Collection, обогнули земной шар более 260 тысяч раз в Gran Turismo Sport, 630 тысяч игроков заработали платину в Bloodborne и многое другое. А еще за это время было продано более 82,2 миллиона копий консоли. Это больше, чем у PS3 за 7 лет. Sony ожидает, что в следующем году количество проданных PlayStation 4 за все время перевалит за 100 миллионов. И на этой крайней юбилейной ноте у нас все. Присоединяйтесь к обсуждению новостей из выпуска в комментариях. Также не забывайте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на X Games Game TV. Смотрите и играйте вместе с нами.